Может быть у кого-то вечер, у кого-то утро, у кого-то день. Хорошо провести время на нашем профориентационном вебинаре, который у нас сегодня посвящен специальности экономической и корпоративной безопасности. В частности, тема нашего сегодняшнего вебинара – это финансовые пирамиды. И я сегодня с удовольствием предоставлю слово нашему партнеру Всероссийской Олимпиады «Я профессионал от Орловского государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева, кандидату экономических наук, мастеру делового администрирования, управляющему Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционерам Софиулину Марату Шамильевичу». Очень приятно. Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие зрители. Действительно, всем доброго времени суток. Я надеюсь, меня хорошо видно. И я хотел сразу поблагодарить организаторов за возможность выступить перед вами и также за возможность технической поддержки, поскольку я попрошу перелистывать слайды голосом, ибо вот нас постигают некоторые технические заминки. Действительно, сегодня важный день. Я бы даже сказал, большой эпический праздник. Сегодня день полиции, и в этот день нужно поздравлять сотрудников органов внутренних дел. В общем-то, как вы знаете, моя милиция меня бережет, такая известная была фраза. К сожалению, пока мало, что здесь хорошего мы сможем добавить сегодня с точки зрения поздравлений, но сегодня пройдемся очень круто по мошенникам, журикам, может быть, поищем пирамиды на ваших улицах, ваших городов. Ну, предлагаю начинать. И действительно, попрошу перелистнуть слайд. И тут вот, наверное, нужно сказать, почему наш сегодняшний разговор актуален. Да, действительно, есть корпоративная безопасность, есть государственная безопасность, как вы прекрасно знаете, но есть еще и личная безопасность. И если что-то происходит с денежными средствами граждан, людей, это весьма трагично. Трагично не только с точки зрения потери денег, но и с точки зрения того, что люди не могут с этим смириться. Это, в общем-то, клубок очень сложных проблем. Бывает, доходит до того, что люди кончают жизнь самоубийством, разваливаются семьи. То есть это вот действительно социально-экономический взрыв. Конечно, плохо от этого государству, плохо от этого и бизнесу, потому что бизнес просто не получает тех денег, которые крадут мошенники. И тут, наверное, важно заметить, что вся эта история началась достаточно давно. Примерно 300 лет назад, а если быть точным, 303 года, были такие две компании, компания Южных морей и Миссисипская компания. Будет интересно, у нас есть ролики по первым пирамидам. Ну, дальше я расскажу, где их посмотреть. Так вот, история началась давно, но пирамиды действительно вошли в нашу жизнь весьма активно и являются, в принципе, неотъемлемой частью. Поэтому все, что можно сказать на данный момент, все очень просто. Пирамиды были, они есть и, к сожалению, будут. Поэтому именно сегодня и именно так важен наш сегодняшний разговор, поскольку он не только является актуальной темой, но и он актуален тем, что не нужно будет за практически чуть меньше часа обучить вас, как не попадать в финансовые пирамиды. И надеюсь, что вы сможете стать юными мракоборцами и говорить об этом достаточно широко, рассказывая своим родным и близким, в общем-то, оберегая их от опасности. Переснем страничку. Почему же вот вроде бы так все плохо? Ведь есть огромное количество органов правоохраны. Ну, как мы уже помним, сегодня у них даже праздник вот такой замечательный. Есть Банк России регулятор, есть Минфин, МВД, прокуратура, Следственный комитет, Федеральная мультимопольная служба, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг, в конце концов суд. Ну, позвольте, ведь так много органов, которые нас, в принципе, берегут. Ну, если вы читали, я уверен, что вы читали ВИИ Николая Гоголя, так вот там, опять же, напомню, был такой фамооборуд, который чертил, если помните, такой защитный круг. Можно сказать, что, в принципе, мы находимся с вами в этом защитном круге. Тогда почему в него проникают мошенники? Ответ очень простой, потому что у органов, которые нас оберегают, у них есть пределы компетенции. Ну, то есть вот то, что им положено делать, чем они и занимаются благополучно, но есть пределы компетенции, есть граничные вопросы, которые могут не относиться к той или иной компетенции. Вот в эти самые прореки, как говорит научное сообщество Волоконы, как раз и лезут мошенники. Это, своего рода, такие мошеннические ниши. Понятно, что есть еще несовершенство законодательства, очень современные мошеннические практики, которые мимикрируют там под различные схемы, которые не удается быстро выявлять. Понятно, что правоохранительные органы не могут идти впереди мошенников, и это всегда история, такие, знаете, салки-догонялки, когда мошенники имеют фору несколько месяцев до полугода, прежде чем вот их поймают. Все это затрудняет борьбу с пирамидами, но понятно, что тогда ответ очевиден. Наша с вами безопасность, наших собственных рук. Вот именно этим мы сегодня и займемся. Теперь начнем страничку. И бывают в нашей жизни тяжелые времена. И вот на вашу долю выпала, ну, действительно, прям вот эпичная картина, прям картина маслом. И четыре кризиса, и четыре девальвации, три волны санкций. Кстати, кто не помнит, а я напомню, что Россия уже 11 лет под санкциями. Это больше, чем, ну, другие страны, например, там, Сирия, Северная Корея, Куба. Во много раз, скажем так, несколько раз больше они находятся под санкциями. Но Россия в марте прошлого года по количеству санкций обогнала всех. Поэтому на вашу долю выпало очень много. Почему я обращаю внимание именно на это? Дело в том, что когда такое происходит, ну, экономические кризисы, пандемии, СВО, в общем-то, это говорит о том, что у людей возникает высокий уровень стресса. И они не могут правильно реагировать на создавшуюся обстановку. Иногда это чувство безысходности. Например, гиперинфляции нужно как-то сберечь свои деньги. И вот в такие моменты появляется прям огромное количество мошенников. Но можно сказать, что они вылезают из всех щелей и стараются как-то на этом заработать, пока люди не могут адаптироваться к данной ситуации. Поэтому вы и видите, что волны пирамид в принципе соответствуют тем кризисам, которые были до этого. Единственная оговорка, сейчас идет пятая волна финансовых кризисов, финансовых пирамид. Первая, вы, очевидно, не застали, это были 90-х годы прошлого века, скажем так, эры великих пирамид. Так вот, сейчас пятая волна, и она самая разрушительная. Такого количества пирамид не было никогда. Давайте перелищнем страничку и посмотрим, что же это в цифрах. Обычно шутят так, что есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Так вот, если смотреть на статистику, то вы видите вот такой вот кровавый чистокол. Ну, именно кровавый чистокол, это кровь жертв пирамид. И посмотрите, какой взлет количества финансовых афер мы видим. Ну, позапрошлый год, плюс 400% роста. Прошлый год, плюс 200% роста. И в этом году мы устанавливаем свой пирамидный рекорд. Ну, вот, скорее всего, мы увидим цифру больше 2000 пирамид, 2100, 2200. Такое количество пирамид выявит Банк России к концу этого года. Ну, и, как вы видите, у нас настоящая пирамида апокалипсис. Каждые 4 часа у нас рождается новая финансовая пирамида. Каждый день Банк России заносит в черную книгу это War and Peace или список нелегальных компаний на финансовом рынке. Если вы просто в Google запишите список пирамид ЦБ, то выскочит вот как раз этот ресурс. Мы еще о нем поговорим. Так вот, там вот со скоростью 13,5 нелегалов в сутки включаются. Эта книга полнеет каждый день. Переснем страничку. Это не к тому, что ребята, я вас стараюсь напугать. Я лишь говорю о том, что это очень опасная и в то же время интересная тема. Интересная для исследования, интересная для начала карьеры. Ну, вот, например, можно говорить о какой-то карьере бракоборства. Будет интересно. Я, естественно, отвечу на ваши вопросы. Но давайте опять же вернемся к статистике. Самая свежая статистика министерства финансов говорит о том, что только один из десяти знает признаки финансовой пирамиды. Получается, что 9 человек это потенциальные жертвы или кормовая база мошенников. Это потрясающе малое количество людей, которые в обществе владеют этими знаниями. Но тут, как говорится, знаний одних недостаточно. Хотя по стратегии повышения финансовой грамотности, которая истекает в этом году, а уже принята новая стратегия повышения финансовой культуры, так вот эти цифры, 10% только знают признаки финансовой пирамиды, это убывающий тренд. Если бы вы посмотрели исследования, например, десятилетней давности, то количество людей было бы в районе 20-30%. Это говорит не только о том, что криминальные практики постоянно модернизируются, да, в эволюции их жизни, но и то, что, ну, скажем так, люди не совсем грамотные, не совсем финансово-культурные. Вот с этим мы с вами и сегодня будем бороться. Давайте продолжим разговор, перелеснем страничку. Вам абсолютно точно уже звонили. Звонили и будут звонить, и, к сожалению, это вот такая вот насущная практика. Уверен, что каждому из вас. Ну, вот мне звонили, например, позавчера. Ну, и вы знаете, кто говорит, слон, и дальше начитается криминальная инженерия. По статистике, опять же, лженаука, вы видите, что у нас 8 миллиардов звонков совершается в год. Ну, понятно, что каждому из нас точно позвонили. Или это один, или в одну секунду совершается 100 мошеннических звонков. Вот в данный самый момент раздается где-то телефонный звонок, и человек берет трубку. Сколько из них, из этих людей, не пострадают? Ну, по статистике считается, что один из 10 звонков или два из 10 попадают в цель. Это большой криминальный бизнес. Почему бизнес? Ну, он высокомаржинальный, потому что вы скажете, ну, позвольте, ну, вы говорите, что это один из 10, ну, нужно 9 звонков сделать в никуда, в десятки, тогда мошенники получают, что называется, success fee, то есть вот эти вот платы за успех или за чье-то горе. Да, вы правы, но нужно понять о том, что мошеннический звонок, это не только все ваши деньги на карточке, это еще и ваши деньги, которые находятся на ваших счетах в банке, это может быть несколько кредитов, которые тут же берутся на ваше имя. Если у мошенника получается получить доступ к вашему мобильному телефону, ну, гаджету, например, на котором установлено онлайн-приложение, то эта карусель продолжается до тех пор, пока, ну, это будет возможно. И человек уходит, ну, скажем так, это полное обнуление денег семьи. То есть страдает уже не просто один человек, а страдают его родные, близкие, ну, в общем-то, там, где есть деньги, все будет украдено. Почему я так об этом долго и страшно вам говорю? потому что сейчас финансовые пирамиды строят свои сети не просто вот абы как бы построить. Это действительно криминальный бизнес. Они понимают, какой продукт они производят. И этот продукт есть для каждого. Если пирамиды 90-х имели, ну, скажем так, широкие возможности распространения, то сейчас это конкретная целевая аудитория. Да, и я сейчас говорю о вас. Вы тоже являетесь целевой аудиторией мошенников и входите в одну из групп рисков. Переснем страничку. Рано или поздно, ребята, вы будете искать работу и можете попасть в финансовую секту. Ну, мы их называем трудопирамиды. Вот по QR-коду можно перейти на наш ролик. Он, по-моему, как раз вышел в прошлом месяце, в октябре. Почему это важно? Ну, потому что это, во-первых, ориентировано на вашу целевую аудиторию. И, кстати, я буду рад, если вы поделитесь этим роликом, то слайд, который вы видите, это наш проект совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности. Называется он Стоп-Пирамида. На что направлен проект? Проект направлен на то, чтобы предупредить людей об опасности. Предупрежден? Вооружен. Соответственно, как только человек предупрежден о какой-то мошеннической практике, скорее всего, он уже в нее не попадется. Это первая наша задача. Вторая задача, ну, в общем-то, не только рассказывать о мошенниках и предупреждать людей, но и, в общем-то, внести свет в этот темный туннель, дабы хоть, в общем-то, рассказать о самых легендарных мошенниках, как они обманывали людей, как на практике можно использовать признаки финансовой пирамиды. Потому что, когда мы разбираем действующие пирамидальные проекты, а это вот вторая наша задача, разрабатывать, ну, скажем так, расчленять пирамидальные структуры сегодняшнего дня, мы показываем, как раз, как это выглядит в признаках финансовой пирамиды. И в данном случае вы не рискуете своими деньгами, но получаете практические навыки, как не попасть в пирамиду, потому что недостаточно знать просто признаки финансовой пирамиды. Продолжаем разговор, перелистнем страничку, о каких же трудопирамидах я говорю. Ну, например, вот есть такая работа мечты в компании QNET. Об этой компании вы узнаете только тогда, когда приходите на собеседование, и вас просят написать список из родных, близких, примерно 150 человек, которым вы дальше будете продавать чудо-товары. Вы становитесь партнером бизнеса, вы открываете свой личный электронный магазин, хотя это, конечно, не магазин, это просто личный кабинет, но вам помогут в кавычках стать очень богатым человеком, и тут вот как раз используются различные сектантские практики. Ну, например, это очернение внешнего мира, если ваши родные и близкие вас поддерживают в этом, они включаются в секту. Если они стараются вас оттуда вытащить, то они стараются оградить вас. Это досуг, который вы проводите со своими новыми, в кавычках, друзьями и товарищами. Это общение в таком элитарном клубе успешных людей, которые в приятной манере вам рассказывают, как вы станете богатым. И вроде бы все хорошо, это и совместный досуг, и игра в футбол, и чаепитие, в общем, все, что будет угодно, дабы вас вырвать из вашего текущего комьюнити, из вашего текущего общества. Ну, понятно, не просто так. Переходим страничку, об Кьюнет, вы узнаете подробнее из нашего ролика. Что такое финансовая пирамида? Вот я говорю финансовая пирамида, финансовая пирамида. Вообще в определении финансового пирамида в российском законодательстве нет. Но есть понятие незаконная деятельность по привлечению денежных средств имуществу граждан, при которой выплаты дохода людям, которые пришли раньше, ошляется за счет людей, новым вкладчикам, старым вкладчикам за счет новых, и инвестирование этих денежных средств не осуществляется. Достаточно сложная, большая статья, но у нее есть один из ян. К сожалению, статья не работает. Переснем страничку и опять же вернемся к, ну скажем так, к насущной правоприменительной практике, из которой вы видите, что, скорее всего, поговорка спасения утопающих дел рук, вы дальше знаете, вроде бы все хорошо, и вот, допустим, за три года практически 3700 пирамид выявлено, уголовных дел менее 50 заведено по данной статье, а количество судебных решений по данной статье меньше 10. Понятно, что это вообще ни в какие ворота не лезет, это все ужасно, но у статьи действительно есть изъян, если будет вопрос, я отвечу, какой. Но опять же, сегодня же праздник органов правопорядка, так что не будем сегодня огорчать правоохрану, но имейте в виду, что ваша безопасность в ваших собственных руках, ну или, если вы станете мракоборцами, то вы еще и других будете зачитать. Переснем страничку. Что же обещает финансовая пирамидка? Конечно, финансовую сказку, и, как правило, это не разговор про цифры, то есть вот, вы станете богатым на столько-то рублей, там, тысяч рублей, может быть, миллионов, может быть, миллиардов, нет, это всегда красивая картинка, вас просто легче так убедить, тем более, что вы сами откликаетесь на эту картинку, либо она вам заходит, либо не заходит. И вот тут вот, наверное, ответ следующий. Тут вот вас нужно убедить, что именно так вы и будете жить. Фактически, это монетизация вашей мечты за ваши собственные деньги. Мошенники потрясающе это все используют, но что нужно знать? Скорее всего, и будут и шикарные авто, и прекрасная недвижимость, и просто роскошные путешествия за границу, но все это будет лишь вот такой мираж, мираж в виде картин, ну или вы станете действительно одним из участников команды мечты, будете входить в клуб успешных людей. Пересняем страничку, понятно, что это закончится достаточно быстро, закончится слезами, потерей денег, может быть, даже кто-то из мошенников сядет в тюрьму, но вряд ли это вернет ваши деньги. Почему мы еще об этом поговорим, но вот давайте подойдем все-таки к признакам пирамиды. Мне же важно вас научить, чтобы вы не попадались ни в лапы мошенников, и сами могли обучить ваших коллег, друзей, родных и близких. Так вот, работа без лицензий. У нас есть мегарегулятор, Банк России, он выдает лицензии на работы в финансовом сфере. Ну, либо это лицензия, либо это включение соответствующей государственной реестра, где посмотреть сайт cbr.ru, там вы легко найдете так называемую белую книгу Банка России, там компании, у которых есть лицензии, которые могут работать на финансовом рынке. Продолжаем разговор, переснем еще раз страничку и перенесемся в черную книгу Банка России, мы назовем ее за глаза некромикон, книга мертвых. Вот тут вот, как я уже говорил, 13,5 нелегалов в день включаются в эту книгу. И вот сейчас там уже больше 10 тысяч компаний. Что я рекомендую? Ну, рекомендация очень простая. Прежде чем делать шаг навстречу вашей мечте какой-то конкретной компании, проверяйте ее сперва в черной книге, потом в белой книге. В одной книге вы, соответственно, ее должны не найти, то есть в черной, и в белой, естественно, она должна быть представлена. Но бывает так, что вроде бы все хорошо, и компании в черной книге нет, и есть она даже в белой, но что-то может случиться не так. Бывают пирамиды с лицензиями, но это тогда, когда лицензия вроде бы была, но компания успела переродиться, мутировать, и вот она уже собирает деньги с населения, а регулятор еще пока не отреагировал. Может быть такое? Конечно, может. И такие исторические контексты встречаются. Будут вопросы какие, как часто? Конечно, отвечу. Перерешиваем страничку, и вот это как раз тот кейс, когда мы видим, что есть люди, которые готовы попасться даже вот на такой сложный кейс, как пирамида с лицензиями. Компания QB, это вот как раз пример из той самой сферы. Четыре лицензии Банка России, и как вы видите, Анастасия, кстати, она входит тоже в вашу группу риска, называется эта группа молодые пенсионеры. Сейчас вы должны по идее удивиться, почему же молодые пенсионеры Анастасия не так стара, как кажется. Да, она, конечно, молодая и прекрасна, так вот, дело в том, что молодые пенсионеры это собирательный образ. Вообще, Анастасия балерина в прошлом, и они выходят на писью достаточно в раннем возрасте, примерно в 35 лет, и вот Анастасия тоже начала искать сделать свой, так сказать, хотела сделать свой следующий шаг в будущее, и пошла на финансовый рынок. Ну, вот, может быть, она знала о нем не так много, в итоге она попала в такую пирамиду. Вы тоже в этой группе риска, потому что тоже будете искать работу, тоже будете искать свой путь в жизни, и если вы о нем недостаточно много знаете, то, скорее всего, вас будут тоже поджидать мошенники. Перелеснем страничку. Как же вы увидите пирамиду? Она сама себя покажет. Пирамида вообще должна быть очень заметной. Вы ее должны увидеть там из числа огромного количества серых мышек на финансовом рынке. Просто серые мышки могут себя рекламировать, но не могут вам ничего пообещать. Пирамида будет обещать с три короба, ну и, естественно, врать тоже с три короба. Перелеснем страничку. Агрессивный маркетинг тоже один из признаков финансовой пирамиды. Это реклама, это, допустим, агрессивная реклама. Из ваших почтовых ящиков будут попадать всякие интересные истории. Это вас могут встретить около насталки общественного транспорта. В общем-то, опять же, это красивые картинки. Все, чтобы вы обратили внимание. Ну и часто это может быть, например, известное лицо, звезда, которая тоже попадает в финансовую пирамиду, но она здесь по делу. Она поет песни, рассказывает частушки и, в общем-то, всячески говорит о том, что здесь хорошее, доброе место. И если здесь такие есть успешные люди, известные, ну, наверное, богатые, то и вас здесь ждет успех. Но это не точно. Переисуем страничку. Что еще могут пообещать пирамиды? Они же должны что-то, чем-то вас зацепить. Конечно, они цепляют на так называемый финансовый крючок. Что это такое? Это обещание и гарантирование сверхдоходов. Переисуем еще раз страничку. Вообще, о чем я говорю? Все очень просто. Это та доходность, которую вам пообещают. Может быть, в день, может быть, в месяц, в неделю. Но в данном случае у нас просто утопический случай. Речь идет о 75 процентах, 75 сотых в день. Допустим, вы инвестируете 10 тысяч. И вы видите, что на 60-й день вы получите сумму всех криптовалют в мире, на 68-й день сумму всех денег мира, а на 77-й станете властителем всех активов человечества. Ну, потрясающая история. Главное, чтобы реализовалась. А если вы еще 365 дней продержите вот эти вот 10 тысяч рублей, то это вот огромное, эпичное число, 94 знака перед запятой, которые вот находятся внизу слайда. Все очень хорошо. Ну, представьте, вообще такое возможно, но, скорее всего, маловероятно. Но, тем не менее, такой проект есть. А представьте себе, что вы инвестируете не 10 тысяч, а 100. И, вроде бы, вот вы становитесь самым богатым человеком в этой солнечной системе на седьмой день. По-моему, очень занимательная история. Главное, просто прийти в кирамиду первым. Но это не точно. Переснем шаренечку. Как буквально одной фразой не попасть на крючок мошенников? Допустим, ваш друг Колька с соседнего двора приходит и говорит, слушай, отличная история, можно здорово заработать денег. И тут вот как бы и Кольке вы, вроде бы, доверяете. Ну, вы ходили с ним в одну группу детского садика. И, вроде бы, давно его знаете. В общем, нормальный парень. Ну, может быть, немножко дурачок, а так, вроде бы, все хорошо. Но, ну, честный, да, может быть, не совсем разобрался. Как и Кольку не обидеть и в то же время самому не попасть. Просто спросите, скажи, как тебе отдать деньги? Если Колька расскажет про какую-то кривую историю, там, кому-то на карточку, кому-то на криптокошелек, криптокошелек, или просто отдать вот деньги так вот из руки в руки без всякого оформления, ну, это кривой способ. Это значит, что вы разрываете финансовую цепочку между собой и проектом. Что произойдет дальше? Ну, все очень просто. В суде вы не сможете доказать, что вы действительно пострадали, то есть, что вы отдали деньги в этот проект. А это значит, что вы останетесь без денег, а мошенник останется без наказания. То есть, преступление будет, а наказания нет. И вот тут вот самое известное классическое произведение преступления и наказания к сожалению, не сработает. И Родиона, Роди, к сожалению, старуху проценчатся топором-то и не решит историю. Переснимем страничку. Вот примерно кейсы, которые говорят о том, что вот так вот деньги отдавать нельзя ни в коем случае. Ну, как вам, в общем-то, я объяснял, это кривой путь. Путь в никуда. Переснимем еще раз страничку. Какие еще признаки финансовой пирамиды? Известный бренд. Ну, вот используется чужой бренд. Например, один из любимых брендов у мошенников Сбер. Почему? Потому что вы об этом что-то уже слышали, знаете, и даже, может быть, где-то читали. У вас уже есть определенный элемент доверия. И тут вот, в общем-то, как только Сбер сказал о своем проекте Сберпоин, вот на Курском вокзале, кстати, вот именно так можно добраться из Москвы в Орел. Кстати, вот если у нас сегодня получается такая очень красивая орлиная разговор, поэтому орля-то не только учатся летать, но если они еще станут классными мракоборствами, это будет просто замечательно. Так вот, на Курском вокзале вот такая между, открылась контора между шаурмой и табаком, явно по количеству шариков и их цвету нужно понять, что здесь доброе и хорошее место. Перед всем страничку у нас есть отдельное расследование на СтопПирамиде, я уже говорил про наш общественный проект, по QR-коду можно перейти, либо по Ютубу вы просто набираете СтопПирамида и переходите на наш канал. У нас есть и портал, и канал, где мы выкладываем наши ролики. Но мы еще к этому вернемся, а вот тут вот как раз Сбер якобы присылал ссылку, полностью похожую на ссылку, которая, в общем-то, идет к сайту Сберой, действительно, оно было так. Единственное, что в этом случае еще выплачивались деньги за проведение опроса. И вот тут была небольшая ставка, опрос 24, и людей это, естественно, не смущало, потому что им обещали заплатить деньги. И тут вроде бы такая отсылочная история была логичной, и люди по идее должны были обогатиться, но такого не произошло. Переснимем страничку, если будет интересно, посмотрите ролик, там все достаточно красиво рассказано. Ловушка очевидности. Все очень просто. Друг Колька, которого вы уже встречали, обычно говорит две вещи. Это очевидно, то есть такое очевидно невероятное, действительно об этом что-то слышали, действительно там, не знаю, метеорит упал, да, вот вы уже об этом слышали, очевидно. И перспективно, это второе слово, которое будет Колька говорить, что, ну вот, перспективно на этом можно заработать. Вроде бы два слова, очевидное и перспективное, между ними, как между двумя булочками с кунжутом, есть еще и такая котлета, ну, в виде обмана. Поэтому три слова, очевидное, перспективное и обман. Вот такая вот история, ну, в общем, чтобы вы понимали, это жулики и точка. Переснем еще раз страничку. Уверен, что вы слышали про крипту и много об этом знаете. Если бы у нас была в дискуссии, вы бы мне точно бы рассказали много интересного. Но у россиян есть ментальная проблема. Ментальная проблема заключается в том, что скоро опять взлетит, поэтому сейчас самое время зайти на рынок. Но это не точно. Переснем страничку. Почему мы подвержены такой ментальной проблеме? Потому что у нас есть такое понимание, что это модно, современно. Есть история роста котировок. Ну, вроде бы, это было, значит, и дальше тоже будет. Независимость от государства. Тут вот государство вообще никак ни при чем. Тут все легально, все хорошо. Виртуальная инфраструктура. Вроде тоже понятно, опять же, это прогресс, прогрессом будущее. Ну, и вне государственных санкций. Понятно, что вот такой элемент, такая описательная история говорит о том, что мы явно переоцениваем, недооцениваем риски или переоцениваем свои собственные возможности. Переснем страничку. Вообще, что такое крипторынок? Нет, это, конечно, не пирамида, но есть особенности. Три четверти рынка криптопустышки. И если этот рынок три года назад стоил три триллиона долларов, то есть сейчас он стоит один триллион двести миллионов, один миллион сто миллионов, ну, в общем, один триллион сто миллиардов, один триллион двести миллиардов. О чем это говорит? Это говорит о том, что с точки зрения инвесторов вкладываться в актив, который не принесет тебе ничего, а убыток, а логично. Поэтому вот есть только одна четверть рынка, которая хоть как-то капитализирована. Ну, опять же, по вот этому слайду вы увидите, что 39 монет первой сотни, 59 монет второй сотни потеряли практически 70% своей стоимости. Переснимем страничку, и мошенники тоже это знают, и часто используют, создают криптовалютные пирамиды. Каждая вторая пирамида в России теперь криптовалютная. Есть криптовалютные пирамиды без криптовалюты, да, такое случается, вот, например, вот эти вот господа из Airbit Club. Переснимем страничку, криптотрейдинг. Еще один, одно любимое слово у мошенников, ну, это когда вы криптопустышки продаете, покупаете, покупаете что-то другое, крипто, такое, похожее. Вроде бы все просто, но это очень часто используется жуликами. Еще одно слово, популярное стейкинг, пересним страничку, и еще раз пересним страничку. Что же такое стейкинг, помимо того, что это популярное слово у мошенников, своего рода такой банковский вклад, вы отдаете деньги под проценты, и что удивительно, вот эти вот самые деньги, крипто деньги, вам даже вроде бы и выплачивают 50-60% в месяц, потому что выплачивают им эти истории в тех же самых криптопустышках. и если эта криптопустышка стоила, допустим, доллар или рубль в начале, то к концу года она может стоить 0,0 рубля, ну, то есть там практически одну копейку. Пересним страничку, и получается, что из-за роста котировок очень часто криптоактив уже ничего не стоит, и вроде бы вы заработали свои 40-60-100%, может быть, процентов в месяц, а на самом деле вы потеряли деньги, потому что этот криптоактив не стоит ничего, даже выеденного яйца, потому что котировки упали еще ниже. Пересним страничку, но последние тренды – это исчезновение криптоинфраструктуры. Наверное, вы слышали о том, что буквально несколько, на прошлой неделе было объявлено про такой криптозагул, фиаско с криптозагулом, пересним следующую страничку. Есть такой человек Сэм Бэкман Фрид, очень известен он в криптоиндустрии, но, скажем так, это, можно сказать, такой эпичный залет на практически 8, сейчас еще иду, оценка 100 миллиардов долларов. Это криптоактивы, криптобиржи, которые обманывали своих инвесторов. Вот этот вот веселый кудряш, он ничем не прославился, кроме как тем, что поводил деньги своих клиентов через подставные лица, друзей, родственников, и вот там даже есть такая интересная лав-стори, переснем страничку, мы назвали это пирамида года, 22-го года, будет интересно, посмотрите, история продолжается, она еще не закончилась, да, сам Бекман Фрид объявлен виновным, ему грозит несколько десятков лет тюрьмы, в общем-то он был одним из самых молодых миллиардеров до 30, сейчас у него состояние весьма круглое, оно уравняется по-моему нулю, но вот такая вот потрясающая история. Есть соответствующие похожие истории и в России, есть тоже криптовалютные биржи в нашей стране, которые тоже обманывали своих инвесторов, об этом тоже есть ролики на нашем канале СтопПирамиды. Пересняем страничку, ну вот вроде бы как бы я все говорю, говорю, наверное, есть более простые истории, как заработать, ну конечно же есть, например, вот у нас такая была пирамида, связанная с компанией DreamWorks, кто не помнит, это такая очень известная голливудская компания, фабрика грез, я бы даже сказал, если вы помните мультики Кунфу Панда, Мадагаскар, Шрек, Гладиатор, фильм, красота по-американски, вот использовались как раз вот этот вот легендарный антураж. Как можно было заработать? Вы смотрите короткие видео, вам за это платят деньги. Мы за минуту посмотрели четыре ролика по 15 секунд и получили 120 рублей. Ну, правда, эти деньги мы вывезти не смогли, но если, скажем так, развод начинается с того, что вы можете зарабатывать несколько миллионов. Если вы подписываетесь, допустим, на VIP-пакет 8, то действительно тогда вот вам придут миллионы. Переясним страничку. Да, вот такие вот замечательные мультики мы все прекрасно помним, но они как раз использовались для того, чтобы человек мог обогатиться. Но это не точно. На чем еще разводят? Это не только просмотры, это лайки, это комментарии, ну, так называемые easy task. Простые задания в переводе, в общем-то, это все говорит лишь о том, что вот вы можете просто зарабатывать, но делали такие вот элементарные банальные вещи. Но опять же это не точно. Будет интересно, переснем страничку, у нас есть расследование по данному проекту, посмотрите, если еще нет, DreamWorks инвестиции вашей мечты. Вот как лунный мальчик ловил на вот свой крючок ну, вот таких вот людей. Все было бы хорошо, ну, вот есть большие пирамиды, страшные, есть вот такие, которые развлекательные, а есть что-то еще. И теперь мы перейдем к самому мерзкому, самому опасному, на мой взгляд, типу пирамид, который тоже ориентирован, к сожалению, на вас. Переснем страничку, такой эпический формат, троянцы на финансовом рынке. Еще раз переснем страничку, что это такое? Это учение, которое выгодно учителю и невыгодно ученику. То есть вас научат чему-то плохому. Как? Это будет очень красиво и нежно. Смотрите, все очень просто. Все знают, что на финансовом рынке можно заработать. Это такой колондайк, эльдорадо. Количество денег не ограничено. Просто нужно прийти и забрать свою долю. Это неправда. Дело в том, что, конечно, новички теряют деньги. И вам об этом там прям так и скажут в этих школах, онлайн-академиях и прочее. Вот вы просто можете прийти, потерять свои деньги. Поэтому вам нужно что? Вам нужно подучиться, и мы вам в этом поможем. Все очень просто. Дальше идет такая специфическая технология. Переснем в страничку. Легенд может быть много, но суть одна. Технологии, как правило, две. Выдушевить либо напугать. Выдушевляют вы самородок. Вы сами все сможете. Ну, мы вам чуть-чуть поможем. Дадим, допустим, гуру с финансового рынка. А напугать, ну, пугают до дрожи. Так что, вот вы просто не могли что-то вспомнить, понять. И вам, конечно, скажут, ну, конечно, мы вам дадим настоящего матерого волка с Уолл-стрита, и все у вас будет хорошо. Поэтому, ну, вроде бы, технологии понятны. Почему же люди отдают деньги? Переснем страничку. Потому что это очень опасный формат. Люди приходят не просто куда-то, в какую-то контору. Нет, это школы, академии, институты. И вот перед вами вот такая вот, ну, я бы назвал, наверное, вселенная зла. И вроде бы все хорошо, и тут учат, и все замечательно, и светлые кабинеты, и учителя такие замечательные, и программа замечательная. но как же вот у людей в этих случаях отнимают деньги? Все очень просто. Переснем страничку, вы приходите, начинаете учиться, может быть, день, два, неделю, две, месяц, несколько месяцев, и такое тоже случается. Ваш учитель показывает, как он зарабатывает на финансовом рынке, показывает свои сделки, и, естественно, ученик тоже старается так же сделать. Только учитель торгует на платформе у черного брокера. Понятно, что ученик там же открывает свой личный кабинет. Дальше фиаско и фатальная потеря денег своих, родных, близких, может быть, там появляются кредиты. Переснем страничку онлайн-школы и курсы академии. Не только школы, не только вот эти храмы лженауки, но и различные видео, различные курсы, бесплатные книги. Вам просто присылается ссылка, и вы смотрите. Дальше вы получаете свой, скажем так, мошеннический звонок. И даже вы можете пройти тест, чтобы стать таким квалифицированным инвестором, как это сейчас делается на финансовом рынке. И, конечно, вы этот тест пройдете. В конце просто будет фраза о том, что вы должны дать свои контакты, фамилия, отчество, e-mail, телефон. Дальше вами займутся уже профессионалы. Почему кейс настолько опасный и мрачный? И вот я говорю, что он такой мерзкий. Ну, потому что, переснем страничку, это могут быть просто мошенники, которые сразу вас обманут и отберут. Вы просто отдадите деньги за эти услуги. Но у этих мошенников могут быть вечные лицензии. Это лицензии, которые вы видите на ресепшн, которые висят на сайте. И это действительно реальные лицензии, в том числе там, может быть, нарисованы всякие благодарности, но они говорят лишь об одном, что когда-то давно эта компания получила эту лицензию, может быть, она уже сейчас таковой не является. Но за что выдается лицензия? За наличие учителей, наличие курса, наличие светлых кабинетов, ручек, может быть, там даже собираются элементы пожарной безопасности. Все. Очень короткий перечень требований. Дальше выдается лицензия. И она вечная, ее не отзывают. Поэтому, с одной стороны, это могут быть башенники, которые сразу вас обманут. С другой стороны, это могут быть некачественные курсы финансовой грамотности. К чему это приводит? Опять же, к фиаско на финансовом рынке. Неточечные знания, неправильные знания, устаревшие, но вы неконкурентоспособны на финансовом рынке, дальше вы просто теряете деньги. Переисуем страничку. У нас есть даже совершенно свежее видео, жулики и точка. Это как раз про лжефинансовую грамотность, которая, в общем-то, является таким тяжелым моментом для каждого из нас. Ну, вот по QR-коду можно перейти, ну, или, опять же, также найти нас в YouTube. Вроде бы все. Нет, не все. Еще раз перейти страничку. Понятно, что нас ждет впереди прекрасный цифровой мир. Ну, и, конечно, цифровой рубль. Уверен, что вы об этом много знаете и, может быть, даже что-то слышали, но так ли все это безопасно? Действительно, вот этот мир будущего, он безопасен. Вот Коля Герасимов, а это был, в общем-то, такой канонический фильм моего детства, называлась «Гости из будущего», может быть, вы тоже видели. Так вот, примерно 40 лет назад Коля Герасимов начал путешествовать во время, не думал, что там, в общем-то, все безопасно. Но там были космические пираты, переснем страничку, вот с цифровым рублем тоже все безопасно и хорошо? Нет, там тоже есть риски и угрозы. Ну, например, какие? Ну, помимо таких бизнес-рисков, есть еще инфраструктурные риски, есть еще недоверие населения к этому новой цифровому рублю. И, конечно же, риски мошенничества. Что же это такое? Давайте переснем страничку. Позвольте, но ведь на сайте Банка России говорится про преимущество цифрового рубля, что это высокий уровень сохранности и безопасности средств. Да, это действительно так, но ведь мошенники тоже читать умеют, поэтому, естественно, они все будут использовать для того, чтобы обмануть людей. И исторический контекст как раз говорит именно об этом. Еще раз переснем страничку. Вы же прекрасно знаете, что монеты, банкноты подделываются уже несколько тысяч лет. Это факт. Номер раз. Переснем еще раз страничку. Факт номер два. Скажем так, безналичные расчеты, ну, скажем так, подделываются с середины прошлого века. Ну, собственно говоря, о чем тут говорили. Значит, если у нас процветает мошенничество в этих и в наличной валюте, и безналичных расчетах, то избежит ли цифровой рубль этой судьбы? Ну, вот, давайте переснем страничку. Наверное, если медитировать и вот гадать на кофейной гуще, то, скорее всего, мошенники ведь тоже об этом знают. И, конечно, воспользуются незнанием людей, что же такое цифровой рубль, и будут использовать их и на фишинговых сайтах, и, понятно, в пропаганде своих криминальных практик. Все, чтобы запутать и украсть наши деньги. Переснем страничку. Значит, все-таки риски мошенничества есть. Да, конечно, они есть. Это история фальшивого манечества, которую мы все прекрасно знаем, и, понятно, что будет использоваться и обман людей в использовании криминальной инженерии, и, понятно, в местах обналичивания денег, вот тех вот не самых цифровых рублей, а абсолютно простых, деревянных, фиатных денег, вот там нас будут поджидать мошенники. Переснем еще раз страничку. Как только было объявлено цифровом рубле, сразу появились как инфоповод для у мошенников проекты, чтобы заработать. И еще раз прошу пересенную страничку. Вот это реальный действующий сайт цифровой рубль делает богатыми. Хотя вы прекрасно знаете, что цифровой рубль не может генерировать никакие проценты, то есть на нем нельзя заработать, это просто средство платежа, но тем не менее мошенников в общем-то тут законы не писаны, и такие уже истории есть, и вот якобы можно уже обогатиться. Поэтому ко всем новациям нужно быть достаточно осторожным, бдительными и, конечно, включать свое критическое мышление. Еще раз переснем страничку. Наше время бесконечно исчезает. Еще хотелось сказать пару слов про наш общественный проект, спецпроект СтопПирамида. Это совместный проект Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и Ассоциация развития финансовой грамотности. Примерно около ста роликов. Мы закрыли весь гешталь, всю типологию финансовых пирамид. Там есть пирамиды для каждого. Про компанию Кюнет обязательно посмотрите. Это очень интересная история, которая ориентирована на вас. А так можете рекомендовать родным и близким. я думаю они найдут эту информацию интересной и, наверное, информативной. Поскольку, в общем-то, это не только сбережет ваши нервы, деньги, но и, может быть, даже и жизнь. Там у нас есть и образовательные видео, и всякие легендарные истории про самые эпичные пирамиды. Посмотрите, это достаточно интересно. Еще несколько вещей, которые хотелось бы сказать уже вкратце. Давайте перевеснем. Должен быть какой-то практически выхлоп от нашей сегодняшней. Вещи достаточно простой и понятной. Помните это стихотворение «Я помню чудное мгновение»? На самом деле это код. Это цифровой код. Вот если вы посмотрите по количеству знаков, я помню чудное. Это двенадцатизначный код. Если вы поменяете буквы на цифры, строчные, подстрочные, то это будет действительно шифр, код, взломать который потребуется около четыреста лет. Если вы сегодня смените ваши пароли на вот такой ассоциативный код, это может быть третья строчка вашего любимого стихотворения, а потом вы будете менять их достаточно часто, каждый месяц менять строчку на другое любимое стихотворение, вы представляете, как здорово возрастет уровень вашей безопасности. Казалось бы, простая вещь, а 12-значный код и 400 лет взлома. По-моему, это хорошая история, чтобы начать завтрашний день вот с такой вот безопасной вещи. Еще раз пересыпаем страничку. Хочется что-то еще дать, какое-то домашнее задание. Ну, понятно, что проверять я его не буду, но тем не менее дать его, конечно, стоит. Вот вы можете его смотреть и в какой-то степени становится финансово грамотнее, финансово культурнее. Что это может быть? Это могут быть сериалы и фильмы про мошенников. Смотреть приятно и интересно, но и заодно вы становитесь финансово грамотнее. вот мой один из самых любимых фильмов «Мавроди миф и человек». Это четырехсерийный документальный фильм, я бы сказал, один из лучших. Он в платной подписке онлайн-кинотеатра ОКО. Очень рекомендую посмотреть. Это про пирамиду, ну, наверное, самую известную пирамиду МММ и ее организатора Сергея Мавроди. Вроде бы все хорошо, но этот человек обманул 12-15 миллионов россиян только в своей первой пирамиде, а вообще было около десяти. Но вот этот документальный сериал, он очень быстро вас, скажем так, ведет в курс дела, и вы сразу почувствуете вот эту атмосферу 90-х годов, как это было опасно, почему люди из безысходности гиперинфляции искали, куда приложить свои деньги, и что из этого вышло. И тот интересный продукт, который мы сделали дальше, понятно, что я не могу призывать вас оплатить око, но то, что я могу сделать, это могу порекомендовать посмотреть наш кинолекторий. Давайте переснем страничку. Это кинолекторий этого легендарного фильма. Мы взяли восемь самых захватывающих эпизодов и на московском урманистическом форуме сделали кинолекторий. Так вот, люди, которые туда пришли, увидели очень интересное действие, а именно маркоборцы, эксперты финансовой грамотности, психологи разобрали вот эту пирамиду по запчастям и показали, в общем-то, в чем ее была суть, что сам о себе Сергей Пантелеевич Мавроди думал. Достаточно интересно, и более того, по вот этому QR-коду вы посмотрите кинолекторий, который был на московском урбанистическом форуме, но там есть бонус. Во-первых, там будут дополнительные интервью, то, чего не увидели сами участники кинолектория, но материалов там на самом деле еще больше, так что у вас даже лучше возможность, не перейдя на московский урбанистический форум, тем не менее, посмотреть сам кинолекторий. Посмотрите, это очень интересно. Ну и последняя страничка. Огромное спасибо всем за внимание, очень было приятно с вами пообщаться, у вас есть время задать свои сокранные вопросы, я сейчас передаю тогда слово Ирине, если у нас такие вопросы есть, это замечательно, по QR-коду вы можете перейти на мою страничку ВКонтакте, давайте дружить, общаться, я вам искренне желаю никогда не стать жертвой мошенников, но наоборот пополнить наши ряды мракоборцев и получить, скажем так, стать вот таким орлом финансовой защиты и у вас все будет хорошо. Ну и, конечно, просто финансово-культурными людьми нужно быть. Вам удачи и отличного бытия. Празднуйте сегодня праздник День полиции. Спасибо большое, Марат Шемильевич, за то, что вы дали сегодня возможность нашим ребятам, нашим слушателям окунуться в систему борьбы с финансовыми мошенниками. Конечно, экономическая и корпоративная безопасность, они напрямую связаны с уровнем ее обеспеченности и, конечно, с экономической и финансовой стабильностью. Не только государство в целом, да, общество, но и конкретного гражданина нашей страны. И сегодня была действительно замечательная лекция по всем элементам и признакам финансовой пирамиды. Вы прошлись, было очень интересно и увлекательно окунуться в сам процесс поиска признаков финансовых пирамид. И в том числе вот говорили о том, я услышала, что как стать экспертом в области борьбы с нелегальной экономической деятельностью, в области экономической корпоративной безопасности. Именно как бороться с нелегальной деятельностью на профессиональном уровне. Вы замечательный профессионал в своем деле, знаток финансовых пирамид, которые были, есть и, думаю, будут, судя по тенденции, в ближайшее время и в перспективе. Поэтому еще раз большое спасибо вам за возможность сегодня прослушать лекцию профориентационной как бы направленности. Все вопросы, которые у участников нашего сегодняшнего семинара есть, все контакты на слайде представлены. Пожалуйста, Марат Шамильевич ответит на них, если у кого какие вопросы возникают. Я еще раз хочу сказать, что сегодня на нашем вебинаре был управляющий федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Шамильевич Софиулин. Не просто кандидат экономических наук, мастер делового администрирования, но и просто хороший человек. Ребята, всем спасибо большое за внимание. сегодня у нас еще по расписанию один организационно-методический семинар по вопросам именно написания, по вопросам подключения, по рассмотрению заданий отборочного этапа Всероссийской Олимпиады «Я профессионал» по экономической корпоративной безопасности. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, присоединяйтесь, мы вас ждем на следующем вебинаре. Всем большое спасибо участникам, хорошего настроения, хорошего дня. Хорошего дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok